Привет, ребята! В общем, так сказать, сегодняшние виды южного побережья Атлантика. В общем, у нас весна продолжается. Ветер прохладный, хотя уже температура 19, 20, 21. Но видите, вот эти тучи, вот это вот холодный ветер. Он расползается с этой стороны с севера. Не знаю, куда он берет этот холодный ветер. Ну, у нас ощущается такая прохлада, как из кондиционера. Сейчас, видите, море широкое, это высокое, поднялось. Вот здесь все люди наверху, за камнями. Здесь рыболовы. Ловят рыбу с вот этого пирса. Это у нас эспигон. посмотрите, с этой стороны вообще не спуститься. Обычно тут песок, но все покрыто водой. такие волны. В Аргентине прошли пятницу и субботу праздники. И сейчас уже на выходные приехали много туристов сюда на побережье оттокнуть, плавить рыбку. Даже в некоторых дворах, там, где закрыты, ветра нет, это принимают солнечные ванны. Спокойно. Народ на прогулках. Все равно, по воде ходят, там, по кляжу, наверное, ходят на такие выступы. Видите, как вдалеке народ ходит, любят они прогулки эти. Да, еще октябрь. Это у нас средина почти октября. Так что у нас еще до зимнего пляжного периода пляжа у нас зимой. Насколько вы понимаете, да? Многие удивляются, почему. Что это у вас? Говорит, у нас зима, снег, а у вас лето. Ну, это просто неправильная информация, информированность. походка. Вот такое сегодня у нас море, такая погодка. Вдалеке, как вы видите, мордель плата. качество видео из-за ветра не очень-то. Люди сюда приезжают с машинами. и там туда уходят там лесной поселок, в общем-то домики среди деревьев в лесу. Тут же и побережье. Ну, из прошлых видео вы знаете, что поселок называется Типанту. Там с другой стороны поселка у нас трасса провинциальная 11-я, а здесь выход на пляжи. Многие спрашивают за эти места. Но это не дешевые места. И к тому же эти лоты, земельные участки, они до тысячи метров, то есть до десяти соток. И поэтому цена здесь от сорока до пятидесяти тысяч. это приблизительно такие же цены какие как и у нас в Каметнорте. Но этот поселок он закрытый. Этот поселок он закрытый. Вот поэтому людей сюда притягивает что от лишнего посещения, так сказать, лишних случайных людей. То есть там контролируется въезд с машинами. А без машин никто толком влазить в дома не будет. Поэтому многие там предпочитают иметь домики для туризма. Домики для летнего отдыха на выходные приезжают из Буэнос-Айреса сюда подъехать это 4-5 часов. Какой скорость видит и какой поток машин в зависимости. Так что у нас там рыбак что-то тянет. нет ничего. Ну я не думаю что будет рыба когда холодный ветер холодные массы рыба не сильно дает там где когда теплые массы и вода прогрета тогда рыба здесь ну ладно вот такие у нас сейчас выходные в общем много людей видите по берегу прогулки делают а ну мы сейчас еще раз глянем вот тут ветер не важно проходить здесь неудобно конечно человек даже на велосипеде решил всем всего хорошего давайте путешественники готовьтесь покидайте холодные места и готовьтесь к нам на лето в летнюю пору которая у нас зимой месяцы у нас для отдыха для туризма это декабрь январь февраль март такие более обильные наплыв всего доброго пока пока